Несмотря на неоднократное предупреждение об опасности нахождения людей вблизи высоковольтных линий электропередачи, в Республике Беларусь продолжают происходить несчастные случаи, связанные с поражением электрическим током людей во время рыбной ловли или отдыха в охранной зоне линий электропередач. Выезжая на рыбалку, люди часто выбирают место для отдыха или ловли рыбы в охранной зоне действующих линий электропередач. Необходимо знать, что находясь над линиями электропередачи, на организм человека воздействуют не только вредные факторы, статическое электричество и электромагнитные импульсы, но и при приближении к электропроводам на недопустимое близкое расстояние возникает опасность для жизни и здоровья. Следует знать, что расстояние от земли до проводов линий электропередачи не превышает, в зависимости от класса напряжения и рельефа местности, 6-7 метров. В период паводка повышается уровень воды в водоемах. Следовательно, от воды до проводов это расстояние уменьшается и в отдельных случаях доходит даже до 2 метров. Поэтому ГОН предупреждает, находясь на рыбной ловле, категорически запрещается ловить рыбу в охранной зоне линии электропередач ближе 10 метров от крайнего провода. Это важно. На водоеме достаточно других мест, чтобы организовать рыбалку или отдых. Будьте внимательны. При перемещении вдоль реки под проводами линий необходимо предварительно складывать удилище во избежание случайного прикосновения к проводам при приближении удилища на недопустимо близкое расстояние. Требуется знать, что современное удилище длиной от 7 метров и выше изготавливается из удли пластика, материал, который является проводником электрического тока. Повышенная влажность в границах водоема, мокрая леска и удилище уже создают опасность для жизни даже при приближении к проводам действующей линии электропередачи, а касание к проводам неизбежно приведет к смертельной травме. При покупке удочки обращайте внимание на такие надписи и знаки на удилищах, где указано об опасности ловли рыбы под линиями электропередач и во время грозы. Если вы подарили удочку ребенку, обязательно разъясните ему о запрете ловли рыбы в охранной зоне, ЛЭП взрослым необходимо рассказать ребенку об опасности электрического тока использования удилища во время грозы и перемещения под проводами. Поэтому Госэнергогазнадзор информирует рыбная ловля в охранных зонах электрических сетей в соответствии со статьей 21.2 Кодекса Республики Беларусь административных правонарушений предусматривает наложение штрафа в размере до 10 базовых величин. Несмотря на запрещающие таблички, установленные в местах пересечения ЛЭП с водоемами или проходящая вдоль водоемов охранная зона ЛЭП, опасно рыбная ловля запрещена из-за несоблюдения указанных элементарных требований по безопасности ловли рыбы. В Республике Беларусь получили электрические травмы или погибли 34 человека, в том числе 6 подростков. Поэтому задумайтесь в первую очередь о местонахождении вашей рыбалки и берегите себя и свою жизнь.